Рискованный шанс Ах, ты зараза, научись достойно проигрывать Я первая об этом подумала Да, но тогда надо было действовать быстрее Ты маленькая Девочки, это приличное заведение Успокойтесь, пока я... Боже! Итан! Драка возле бара Надо прекратить это Йоко Намура? Отлично И вы тут Идеальное окончание идеального дня Мы ничего не сделали В чем дело? Дело в том, что Йоко и все неудачники из метро завидуют Завидую? Скорее, я взбешена Ты лучше будь осторожна, Джиллиан Потому что я с тобой расквитаюсь Почему она так злится? Потому что моя команда по синхронному плаванию будет сниматься в кино, а ее нет Мюзикл «Неудачный нырок» мы могли слышать о нем Кино? Я не слышала Извини, нет Йоко узнала, что режиссеру для фильма требуется команда по плаванию, но я ее опередила Это не очень хорошо Синхронное плавание – жестокий спорт Если ты не можешь терпеть напряжение, держись подальше от бассейна Это лишено всякого смысла Знаешь, что еще лишено смысла? Ваш талисман Мы же не из вашей школы Как эта штука держится? Вы что, ее приклеили? Не трогай его Барри, плавающий на спине козел – это мое тайное оружие Толпа любит его Режиссер любит его Козла, мне место в плавательном бассейне, Джиллиан Неужели? Что ж, мое место в плавательном бассейне, а Барри принадлежит мне Следовательно Уже не такая умная, а, Ясмин? Пойдем, Барри, обратно в загон Мы сделаем свои собственные фруктовые коктейли А я считала профессиональных борцов противными Группировка, так, разгиб, еще Не дыши Ты под водой? Ты под водой Продолжай плавать, дурочка, а то утонешь Теперь группировка, так Вращение, еще, греби Когда будет моя очередь быть капитаном, Джиллиан? Когда ты будешь выглядеть лучше А теперь приступай к работе, или мы никогда не попадем в команду И если мы не попадем в команду, мы не попадем в фильм Правильно Греби, вот так Правый, левый, вот так, вот так Что это такое? Ты правда хочешь знать? Вообще-то Нет И как лебедь Джиллиан! Ты хоть знаешь, кто я такая? Она же только что сказала Джиллиан! Джиллиан, мне так жаль Давай я помогу тебе Не трогай меня Я атлет Мое тело как прекрасный музыкальный инструмент Мы тоже как музыкальные инструменты А я могу играть на треугольнике Я могу проиграть CD-диск У меня нет на это времени Братс! Это я, Джиллиан Братс, это я, Джиллиан Джиллиан, нам вроде как надо кое-что сделать Пожалуйста Как капитан сборной по плаванию в вашей средней школе, я вам говорю Тише Боюсь, у меня ужасные новости Они меня ударили как снаряд Всякий, кто мне поможет Получит от меня мою сердечную благодарность И признание моего элитного Круга друзей Дамы Козел Барри был похищен Похищен? Кому понадобилось похищать козла? Он, наверное, убежал, потому что ему надоело носить эту плавательную шапочку Шапочка принадлежала моей бабушке А вы не думаете, что, может быть, Йоко Намура его забрала? Да, она сказала, что отомстит Конечно, это она Но мне нужны вы четверо, чтобы вернуть его назад из Метрохай Почему мы? У вас репутация, что вы справитесь Даже я это знаю И... Мне нельзя появляться в Метрохай Я там однажды подралась И меня туда больше И пускают Кирсти и Кейси, спасатели Мы вернем твоего козла Мы организуем ему побег из тюрьмы Мы поймаем его с помощью лассо Вот так Девочки, ради Барри Лучше мы этим займемся Да, я полностью согласна Метрохай Наши соперники по плаванию Давайте проверим Может, подождем Ясмин? Она сказала, что будет здесь Она догонит Овечья шерсть Смотрите Следы копыт Смотрите Йоко Намура Я поймала ее с поличным Ладно, Йоко, мы знаем, что Барри у тебя Давай его сюда Барри? В смысле? Тот общипанный баран? Я его не видела Правда? А как насчет этого? Похож на поводок Барри И он оборван Что? Что, теперь нельзя с собой носить кусок веревки? Может, я хотела его привязать к спасательному жилету? Мы видели следы копыт Да И шерсть на кустах тут рядом Слушайте, Шерлоки Холмсы Может, это наша команда оставила Но Перестаньте Вы маленькие щеки взяли не тот след Давайте уходите отсюда Ты жестокая и бессердечная Я девчонка из Метро Хай Мы плаваем, чтобы себя содержать Девочки, надеться живы для носа И 500 фламинго Кто закончит последним Будет работать на кухне до утра Если она не брала Барри Тогда кто? Вот так, мой хороший Кушай И давай снимем эту ужасную шапочку Алло Принцесса? Ты где? Я думала, ты сказала, что будешь в Метро Хай Да Насчет этого Тут кое-что появилось Я слышала блеяния А я ничего не слышала Вот опять Это точно блеяния Блеяния? Да Я тут, в приюте для животных Я проверяла Не находили ли они козла В приюте для животных есть козы? Нет, конечно нет В смысле, да Они нашли козу В смысле, это не наше Бедная Джиллиан Она так расстроится Принцесса, ты в порядке? Все в порядке Что такое? Что такое? Что с тобой такое? О, нет Прости, Джейд Я должна идти И? Что такое с Ясмин? Я... Не уверена Звучало так, как будто на нее напал козел Козел? Простите Вы сказали что-то насчет козла? Да Как странно Полчаса назад я видела, как девушка везла козла в машине И на нем была плавательная шапочка Опишите? Волосатый, серо-зеленый, с маленькой бородкой Нет, девушку А, ее У нее были длинные темные волосы Ну, уже что-то А что там насчет телефона Ясмин и козла? Ясмин, у которой длинные темные волосы Любит животных И не любит Джиллиан Слушай Никто не любит Джиллиан Да, но Ясмин ужасно нервничала, когда я с ней говорила И я слышала блеяние Девочки, я думаю, похититель козла Ясмин Сюда, сюда, сюда Давай, иди покушать Эта Йока такая грубая Не нужно было нас так вышвыривать Неважно Если она говорит, что у нее нет Барри, значит он убежал Неужели он не понимает, теперь он не попадет в фильм? Но мы-то попадем Нужно только его найти Джиллиан тогда точно включит нас в команду Не толкай меня Я не толкаю Это ты толкаешь Ты первая Это ты первая Неправда Тебе просто нравится так блеять? Это Барри Раз, два, три Поймала Помочь? По крайней мере, мы можем еще тренироваться в плавании Не могу поверить, что Ясмин могла украсть козла Факты не врут Сено Еда для козла Вот такая дыра в двери Выглядит все это не очень хорошо Может быть, Барри был у Ясмин, но потом убежал? Неважно Но Джиллиан не должна знать Что знать? Что вы там задумали? Уже почти три часа, а Барри все нет? Да Да, видишь ли, у Йокка Барри нет Но его видели где-то внизу по улице Мы найдем его Неважно Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, делай это сам Что же делать? Что же делать? Если Барри убежал от Ясмин И Ясмин ищет Барри И что, если Ясмин найдет Барри и Джиллиан увидит их вместе? И Ясмин признается, что украла козла И Джиллиан вызовет полицию И Ясмин сядет в тюрьму А она же вегетарианка И я не знаю, есть ли там вегетарианская еда Я не думаю, что за это сажают в тюрьму И потом, похититель козла Не очень хорошая строчка в резюме Нужно найти козла Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вон он, я его вижу Мы тебя поймали, милый козлик Сумасшедший козел Иди к мамочке Кирсти Мы о тебе позаботимся Вы в розовом! Осторожно! Чего? Бежим! Быстрее! Не могу! У меня есть идея Когда я скажу, прыгаем Прыгай и хватайся за эти штуки Что? Дворники! Прыгай! Барри! Ясмин! Вот ты где! Девочки, вы случайно не видели Барри? Нет, с тех пор, как он сбежал от тебя Я тоже В смысле? Не пытайся отвертиться принцессе, мы все знаем Может быть, Джиллиан И не очень приятная Но воровать? Это уже чересчур Воровать? Вы о чем? Я не похищала Барри Ну же, Ясмин Мы понимаем, почему ты не... Но я этого не делала Не могу поверить, что вы так легко меня судите А как же факты? А как же презумпция невиновности? А как же... Мы продолжим этот разговор позже Вот они! Продолжение следует... Наша машина Она такая старая и домашняя Нужно что-то сделать Подожди, у меня есть идея Я попробую притормозить Не могу остановить автобус Он слишком тяжелый Нет, не двигайтесь Эй, милый Нам нужна помощь Можешь вот сюда подвинуться? Для меня Я знаю, ты расстроен И вот почему Барри! Отойди, Джиллиан Нет смысла еще больше расстраивать Барри Какое странное Неподходящее время для шуток Как мой Барри? Как мой Барри? Соскучился? Сделаешь кое-что для меня, Барри? Можешь, пожалуйста, пройти в конец вагона? Пожалуйста Ну, чего вы ждете? Давайте Да, конечно Вот молодец Мой хороший Я нашла его, бродившим по улицам Я думала, он перегрыз веревку, чтобы сбежать от тебя Но я думаю, он бежал от Йоко Но потом Он и от меня сбежал Все это время Он просто пытался вернуться к тебе Великолепно, детектив Но Ты надела на него эту шапочку И заставляла его плавать Он правда Тебя любит Ты думаешь, ты все знаешь? Посмотри, сколько из-за тебя неприятностей А как же презумпция невиновности? И как вы двое, наоборот, рисковали жизнью ради моего Барри? Режиссер сказал, нужен дублер для Барри Как насчет того, чтобы прыгнуть с верхнего этажа в костюме козла? Веселее, принцесса В конце концов, в следующий раз, когда столкнемся с похищением козла Будем знать, что делать И... мотор Что происходит? Я ничего не вижу Чья это вообще была идея? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Братс. Вторжение инопланетян. Все кончено. Я сдаюсь. К чему вообще все это? Давай, зайчик, это всего лишь домашка. Да, и занятия уже скоро начнутся. Даже я так не помешана на домашних заданиях. Отлично. Я распечатаю. Получу пять, а потом выброшу это в мусорку, где оно навсегда затеряется, как и все остальное, что я делаю. Да что с тобой такое? А, понятно. Величайшие женщины в истории. Да, замечательные женщины. Жанна Дарк спасла свой город, когда ей было 17. В 19 Джозефина Бейкер была самой популярной певицей в Европе. Мадам Кюри открыла радий. Все эти люди повлияли на ход вещей, и их будут помнить еще очень долго. А благодаря чему запомнит меня? Зайчик, дай себе время. Я уверена, ты что-нибудь сделаешь. Мистер Кримпет, мистер Вандерзанди, вы, наверное, гадаете, почему я вас здесь собрал. Я уволен. Опять. Даже лучше. Новый кофе для учительской гостиной. Кто последний добьет, плохой преподаватель. Чур мне со сливками! Нет, я первый. Это еще что такое? Что это может быть такое? Возвращающийся домой корабль? Ну, это точно не НЛО. Я преподаю науку, и согласно науке... Люди Земли... Неважно. Мы провели наши исследования и вернулись к этим забавным созданиям. Коровам? Зачем им коровы? Мы собирали информацию о вашей планете, так как первая ступень нашего плана – управление всей галактикой. А вторая ступень... Скажите, чиз. С каких пор у нас в школе коровы? Может быть, в столовой наконец-то перешли на настоящие гамбургеры? Мисс Вандерзанте, простите, что мы опоздали. Это все моя вина. Вы в порядке? Я в порядке. Я не буду про вас докладывать. Разве это не мило? Да. Спасибо. Я твой друг, Саша. Мы все работаем вместе. Да, конечно. Что это с мисс Вандерзанте? Я не знаю. Она такая с тех пор, как я пришел. Прости, Камерон, то тебе нужно к психологу. Но я... Это я виновата, мисс Вандерзанте. Я первая начала говорить. Это не из-за разговора в классе. Просто ему нужно выйти. Хорошо. Психолог Римпет – твой друг. Хорошо. Тогда посижу у него. А сейчас давайте обратим наше внимание на звезды и на удивительную планету Дестина Икс-35. Я думала, сегодня мы будем ставить опыты над лягушками. С нашей школой точно происходит что-то странное. Сэр, что-то странное происходит в школе. Мы хотели бы знать, что это. Ничего странного. Совсем ничего. Сэр, вы в порядке? Да. Кажется, со столом тут все в порядке. И лампа в прекрасном состоянии. Хорошо. Да, вот именно. Моя школа под контролем и... Великий Гэтсби. Директор, что происходит? Мы видели коров. Боли было все истоптано. Мисс Вандерзанди вела себя по-настоящему странно. Да, да, да. Они, кажется, добрались уже до всех учителей, но... Не волнуйтесь. У меня все под контролем. А так, вы меня видите? Директор, вы о чем? Кого я обманываю? Они все равно меня найдут. Нужно признаться, девочки, я больше не контролирую ситуацию. Почему? Вы не видите? Инопланетяне захватили нашу школу. Был такой звук. Я побежал посмотреть, и там была эта штука. Улетала. Космический корабль. А потом я заметил, что учителя начали вести себя странно. Им промыли мозги, я вам говорю. Промыли мозги. Они сломали телефон. Интернет, факсы. Давайте, попробуйте мобильные. Мой не работает, но... Мой тоже. Девочки, я знаю, это несколько неправдоподобно, но что если директор прав? Что если инопланетяне правда захватили школу? Мы должны обратиться в полицию. Нет, нет, нет. Учителя караулят выходы. И что нам делать? Вы можете попробовать избавиться от них. Да, да. И та из вас, кто это сделает, получит награду. Вы знаете, кажется, он прав. Каждая великая женщина, когда сталкивалась с трудностями, находила способ их решить. Возможно, это мой шанс, девочки. Мой шанс сделать что-то важное, чтобы меня запомнили. И когда я сделаю, я войду в историю, как девушка, которая спасла мир от инопланетян. Да. Пойдёмте отсюда. Только помните, если останетесь с ним наедине, не смотрите ему в глаза. Какой скучный обычный школьный день. Привет, Кирсти, Кейси. Я ваш друг. Мы все работаем вместе. Извини, конечно, но мы вообще не работаем. Я понимаю, но... Найди кого-нибудь ещё для своих внеклассных занятий. Что это такое с глазами у всех? Новая мода на зелёный цвет? Должна быть новая магия. Надо будет и себе присмотреть. Но сначала... Время для романтики. Время для любви. Время для... встреч. Как мы знаем из рекламы, духи встреч гарантируют вам, что парни будут от вас в восторге. И есть один особый парень. Дин Дэнсмор. Но... Дин на самом деле тайно влюблён в меня? Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, конечно. Слушайте, отойдите с дороги. Но, Дин... Я отойду. Ну, всегда. Если ты понимаешь, о чём я... Просто отойди. Я иду к психологу. Хорошо. Значит, теперь наша школа официально переполнена дубоголовыми. Зайчик, если у тебя есть план, то самое время нам про него рассказать. Может быть, нам посовещаться и всё вместе решить? Нет, нет, я знаю. Нам нужны союзники. Мы соберём армию и поднимем её против пришельцев. А вот и идеальные солдаты. Пойдёмте. Камерон, Итан, Дилан. Наш вождь хочет, чтобы мы были сильными. Вы были у психолога Кремпета? Ну, спасибо. Теперь никаких шансов. Он дотронулся до меня локтем. А до меня плечом. Локтем более романтично. Нет, плечом романтичнее. Локтем. Плечом. А я говорю, локтем. Локтем, плечом. Локтем. Нет, плечом. Я могу помочь. Смотри мне в глаза. Они у тебя такие красивые. Нет, не смотри. Помнишь, что директор сказал? Не смотрите ему в глаза. Бежим. Мы друзья. Мы все работаем вместе. Мы друзья. Мы все работаем вместе. Ну и что? Не злись. Отойди, пришелец. Я тебе так нападам, что ты улетишь обратно. Что с тобой такое? Что у тебя с глазами? Ты что, не знала, что сейчас такой цвет самый модный? К счастью, у нас всегда есть пара запасных линз на такой случай. Вместе с заколками, украшениями и прочими нужными вещами. Дин идет. Дин идет. Дин! Дин! Привет, девочки. Я ваш друг. Ты со мной разговариваешь? Круто. Заметим, какие у меня глаза. А мои? Они большие и зеленые? Да. Тогда не важно. Привет, Саша. Я твой друг. Посмотри мне в глаза. Что? Милый, ты не оставляешь мне выбора, как только воспользоваться своим секретным оружием. Встреча. Здорово. Что ты на это скажешь? Какой ужасный запах. Я слабею. Нужно от него избавиться. Не дотрогаю себя строить. А мы его найдем. Идет. Теперь им тоже промоют мозг. Мне кажется, для этого, по крайней мере, нужен мозг. Но вы видели, как он отреагировал на эти духи? Сказал, что слабеет. Что если... Может быть, это и есть противоядие? Пойдемте найдем близняшек. Подождите. Близняшек? Я не хочу помогать близняшкам. У тебя есть духи и встреча? Нет, но... Мы друзья. Мы хотим работать вместе. Мы друзья. Мы хотим работать вместе. Мы хотим работать вместе. Пожалуйста, посмотрите мне в глаза. По одному, пожалуйста, не толкайтесь. Должно быть в духах какое-то вещество, которое подействовало на Дина. И? Смотрите, где мы. В классе химии. Что если я смогу вывести это вещество прямо здесь? У меня есть образец. Они меня все обрызгали. Это не так просто. Но если вы сможете выиграть немного времени, я думаю, у меня получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, получилось. Но это было непросто. Пахнет точно как духи встречи. Теперь бы испробовать их на ком-нибудь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пустите ее. Бинго! Ура! Искусственная серия? С нотками Лили? Да, Лили? Не сработало. Давай, Саша, посмотри мне в глаза. Посмотрите нам 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 в глаза. Внимание! Прошу минуту внимания. Они до директора добрались. Докладывайте срочно в штаб. Поле должно быть готово, поле должно быть готово Готово для чего? Поле должно быть готово, поле должно быть готово Поле должно быть готово, что они сделают с нами? Вы станете частью Большого Уля Сначала вы будете добывать плутоний, а потом вас отправят воевать в Галактических Войнах Видите? Я говорила Девочки, смотрите! Они его вспахали Ты что? Не слышала, глупая Ясмин? Поле должно быть готово Для чего? Для него Люди Земли, вы приготовили поле? Да, вождь Да, но минутку Еще раз напомните мне, что у вас за план? Что у вас за план? В желудке этого вашего создания, коровы, мы нашли богатые клетчатки и целлюлозы растения Сено Сено? С помощью этого суперпродукта мой вид будет процветать У нас будет сила десятерых Дестина Х-35 завоюет всю Вселенную На нашей планете много плесени И сено не растет То есть вы думаете, что тут просто потанцуете и вырастете себе много сена? Вы так думаете? Кто ты такая? Почему ты не заколдована? Меня зовут Саша А это мои друзья Ясмин, Джейд и Хлоя Мы не будем просто стоять и смотреть, как вы Неважно Взять их Остальные, идите вперед Я дам вам семян Сена Сажать семена Для вождя Простите, девочки Я думала, я смогу остановить их С дороги, народ Это самое дурацкое шоу из всех, где я бывала Где футбольная команда? Да, и что вообще это за штука? Сажать семена Для вождя Саша, ты же старостой Сделай что-нибудь Я все, что угодно сделаю, если ты дашь мне свои духи Я тебе скажу одно Да Это очень дорогая штука Внимание, лентяи Нужно выбрать нескольких для поездки на корабле Для поездки на корабле Кирси, это наш последний шанс Пожалуйста, дай мне свои духи Нет Кто был этот парень? Он инопланетянин Инопланетянин? Они захватят весь мир, если я их не остановлю На борт через 60 секунд Духи, они снижают их силу Это единственная вещь, которая может спасти Вселенную Но Они мои Давай, Кирсти Весь мир, все, что тебе важно Все хорошее исчезнет Ради друзей, семьи, мамы и папы Ради человечества Не время быть эгоисткой Саша, оставь Ты никогда не обгонишь эту толпу Это не я всех спасу Мне нужно сразу было вас слушать Вы двое Они думают, что вы тоже одни из них Бегите быстрее Ради Дина Дин! Но почему? Мы ему даже не нравимся Даже с духами Если вы это сделаете, директор вас наградит Наградит? Эй, инопланетянин! Да, рабочий Этим я даю новое имя вашему кораблю Корабль неудачников Нет Нет Этот запах Что это? Он все сжигает Какой отвратительный запах Атмосфера этой планеты ядовита Отступаем 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 Кирсти, Кейси Вы спасли меня Вы классные Вы знаете, они за это попадут в новости Может, даже в книге по истории Они этим будут хвастаться очень-очень долго Да, но вы знаете, все в порядке Пусть они себе забирают всю славу Подумайте, что мы сегодня сделали Мы спасли мир Здорово Это понимать Может быть, попасть в историю не самое главное Может, самое главное Помогать людям Кирсти, Кейси Кирсти, Кейси Мы получили награду А эти девочки-братс-неудачницы Если нам повезет Следующие инопланетяне их съедят Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Спасательная операция Наконец-то! Вкус свободы! Ну да И вкус у неё хуже, чем у грязи Не волнуйся, друг мой Скоро нашему богатству позавидует сам Рокфеллер Я начну устанавливать нашу малютку Да Подготовь всё А потом Мы должны навестить старого друга Обслуживание номеров Для вас буррито от шеф-повара Я это не заказывал От буррито у меня Газы Отвали от меня, псина Будь добр, оставайся на месте, когда приземлишься Спасибо Где я? Кто вы? Скоро вы всё узнаете, Байрон Пауэлл Имейте терпение Прости, приятель Я никогда не был терпливым Активация Соединение Соединение установлено Хорошо Я знаю, каждая из нас думала, что именно её дизайн обложки станет украшать журнал К сожалению, мы должны выбрать только одну Предлагаю голосование Я за Саша, Джейд, Клоя, Ясвин Алло, Саша говорит Да, привет Фиолетовый сигнал? Экстренный вызов Срочное сообщение Аварийная ситуация Я похищен Нет Я в Нью-Йорке Понятия не имею, где С моим количеством шпиумиль Мне бы должны предоставить место поприличнее Слушайте Меня здесь держит какой-то мужчина Его голос звучит знакомо Тот человек сейчас должен быть в тюрьме Я думаю, что Он думает, что это я Ха-ха-ха-ха-ха-ха Кон? Кон сбежал из тюрьмы? Да, у Байрона большие проблемы Особенно это касается мести И также благодаря нам он в тюрьме Это не важно Кон не найдёт нас Потому что мы сами найдем его Байрон наш друг, а друзья познаются в беде Но, конечно, если найдут его Эксельсиус Байрон всегда останавливается здесь, когда приезжает в Нью-Йорк Но как мы узнаем, в каком он был номере? Легко, Байрон всегда путешествует с Оззи А в этом отеле только на одном этаже разрешают жить с животными Это ты, Эдгар? Я сделала тебе горячее какао Давайте попробуем другую комнату Кажется, это оно Это сумка Байрона! Она до сих пор здесь! Кажется, он так и не доел свой обед Он действительно выписался без предупреждения Дорогая, не переживай, мы найдем его Смотри! Оззи! Держите его! Так Достаточно Спасибо за разминку А сейчас, прежде чем я с вами окончательно разберусь, говорите, где Байрон? Достаточно шуток, подлец Освободи его, или тебе крышка Байрон, мой друг Ну, конечно А что ты тогда делаешь там, где его похитили? Он послал мне сигнал бедствия Фиолетовый? Да То есть, он не только мне его отправлял? Ты действительно работаешь на Байрона? А вы тоже на него работаете? Мы учились у Байрона Мы боролись вместе с Байроном, рисковали своими жизнями И все это время он работал с другим агентом за нашей спиной Я не верю А подумайте, каково мне Он для меня как суперкрутой старший брат, которого у меня никогда не было Ну и что, что он работал с нами одновременно? Я уверена, что он собирался нам сказать, но был, как всегда, очень занят Действительно, если у тебя есть команда, почему бы не создать вторую для резерва? В этом есть свой смысл Может быть, он держал это в секрете, чтобы не ранить чьи-либо чувства? Ну и ладно Ни чьи чувства не пострадали? Думаю, нет Хорошо, вот что мы сделаем В то время, как я буду искать Байрона, вы четверо можете... Потише Почему это ты нам указываешь? Это мы первая команда Вы первые? Не смешите меня Я справился со всеми вами в одиночку Это потому, что ты застал нас врасплох Не беситесь, только потому, что я круче, завистники Мы любимые агенты Байрона, ты даже не знаешь, о чем говоришь Я не могу в это поверить Байрон похищен, и все, что мы можем делать, это выяснять, кого он больше любит Давайте оставим разногласия и будем работать вместе Это то, что Иоззи хочет Посмотрите, он загнал в угол страшный буррито Ну-ну, парень, это еда для людей А я как раз очень голоден Брось его Лучше бы ты его не ел У Байрона аллергия на клейковину в лепешке Он не мог заказать такую еду Отличная работа, прекраснейшая из детективов Давайте проверим Ну, хорошо Сканирование Начинаю сканирование Сканирование завершено В буррито содержится пшеничная мука, бобы, сыр и дихлоргексилбромид Что это? Это мощное снотворное Вырубаешься, как только вдохнешь запах или съешь его А ты откуда знаешь? Его изобрел мой старый враг по имени доктор Бен Он настоящий злой гений Химия, физика, технология, неважно Мы с Байроном отправили его в тюрьму Но, похоже, он сумел оттуда сбежать С Коном Мы вместе с Байроном упекли его за решетку И теперь Кон и доктор Бен работают вместе Знаете, лучше всего, если мы тоже сработаемся Брэдли знает, что делать с Беном, а мы изучили Кона Работать вместе Как же, извините, но орел летает в одиночку Если бы не мы, этот орел давно бы валялся в отключке в сочном буррито Сигнал бедствия Вы разбили мой телефон Это Байрон Я понял, где я У меня есть координаты Но сначала вы должны прикупить для меня кое-какие вещички Хотелось бы мне знать, что имеет в виду Байрон под выражением Гипертяговый пульсомодулятор Не является ли это синонимом кражи со взломом? Но если верить Байрону, эта компания служит прикрытием для преступников Еще одно слово, и нам обеспечена с ними личная встреча Вот почему один шпион всегда лучше, чем четыре Пошли Погоди, кое-что меня смущает Коммуникатор у Байрона забрали после первого звонка Как же он смог нам позвонить во второй раз? Каким образом ему это удалось? Хороший вопрос Может, мы обдумаем его? Если вы еще не заметили Люди носят подву ботинка Два минус один будет один У него был запасной Похоже, постоянно болтать вошло у вас в привычку А я пока займусь делом и переберусь через забор Как говорит Байрон, промедление смерти подобно Забор под напряжением Как говорит Байрон, семь раз отмерь Достаточно разговоров, заходим Проявляем самостоятельность Хороший ход Как Байрон всегда говорил, одинокий волк получает больше мяса Нет, он всегда говорил, что сплоченная и дружная команда сусликов получает больше морковки Он не говорил такого Продолжение следует... Модулятор в комнате на другой стороне лаборатории Охраны нет? Должна быть, комната охраняется датчиками движения Это я уже давно проходил Байрон рассказал мне об этих штучках сто лет назад Видите? Теперь все, что мы должны выяснить, это как отключить эти штуки Ну, это задание для детского сада Байрон подарил мне это на Рождество Заходите Так, держать, зайка Это должен был сделать я Нет! Боже, вы такие трусихи Ипертяговый пульсомодулятор И супергерой спасает мир Взрывает его Шевелись, супергерой! Меньше болтовни, больше дела! Вот место, координаты которого дал Байрон Не знаю, ребята, у меня плохое предчувствие Это место... Такое жуткое Так и должно быть Это прикрытие, а не дворец Идем Это вы? Байрон? Я пришел за тобой, дружище Орел приземлился Отлично Положите оружие и модулятор И помогите мне выбраться отсюда Минуточку Я сам его освобожу Вот и увидим Кто из нас лучший О нет Видите, я был прав с самого начала Я забрал модулятор И привел нас к Байрону А теперь ты тупица Сам себя обманул Что? Не может быть Я не верю Байрон заманил нас в ловушку Я не предавал вас Просто два гения перехитрили меня Я знал, что вы выполните мои инструкции И я так рад, что у вас получилось Я надеюсь, вам доставило удовольствие Мое маленькое приключение Я уверен Ты использовал нас все это время Великолепная дедукция Если бы ты была такая умная с самого начала Хотя это бы не помогло Мы с моим другом Беном Планировали это долгие месяцы В холодной, мерзкой тюремной камере Это бесчеловечно Моя спина никогда не станет прежней Не сейчас, доктор Мы украдем хорошего мануального терапевта А мы-то вам зачем? Вы мне не нужны Мне нужно было это И, кстати, спасибо большое Без вас я бы никогда его не достал А для чего это? Это последняя деталь для моего подземного георазрушителя Машина, которая изменит жизнь на всей Земле Покажи модель кон Уж так и быть Вы когда-нибудь задумывались, почему парк Йеллоустоун так прекрасен? Потому что Огромное озеро, расплавленные лавы Которое лежит под ним Только и ждет, когда его выпустят на свободу Мы с доктором полетим на вертолете к парку И с помощью нашего детища запустим аттракцион Под названием Веселый Мегавулкан Бум! Вам это не сойдет с рук Все будет в порядке Не волнуйся, дорогой Как только главы государств увидят презентацию мегавулкана Они заплатят мне биллионы, чтобы я не повторил подобный эксперимент на их территории И все это специально для Барона Вот так Осталось три минуты А потом восхитительный Бум! Наслаждайтесь шоу, девочки Вы проживете слишком мало, чтобы видеть кошмары по ночам Через три минуты и одну секунду Эти гигантские чаны с кипящим красителем перевернутся И сбросят свое содержимое вам на головы Суперстойкая краска На крыше, доктор Наше будущее и вертолет ждут нас Я знала, что здесь что-то не так Ангелы, мы должны были слушать Да Ну ладно Ладно Может и должны были Простите, это все моя вина Я не сомневаюсь, что в твоем случае риск всегда был оправдан Мы же привыкли все обдумывать У каждого свой стиль работы И нам не надо было упускать это из виду Но у нас есть около двух с половиной минут, чтобы все хорошенько обдумать Мы должны только добраться до Байрона и обезвредить бомбу Точно Она слишком крепкая, мы никогда не выберемся Нет, но... Брэдли, ты можешь сделать это еще раз? Что, опять? Ну ладно Вы видели? Клетка передвинулась Ее не прикрепили к полу Но она передвинулась всего на сантиметр, а потом вернулась на место Вы не видите Если бы мы все прыгали в одну сторону То смогли бы передвинуть ее на достаточное расстояние И добрались бы до Байрона Так и сделаем Раз, два, три Еще раз Раз, два, три Раз, два, три Извини Быстрее Обезвредим бомбу Нет уж Сначала давайте вытащим вас из этой клетки Развяжите мне руки Быстрее, супер-пошка Осталось только полторы минуты Отлично Теперь давайте сваливать отсюда Одна минута, Байрон Простите Делаю все, что могу А как насчет этого? Бежим Тридцать секунд Хватит, чтобы обезвредить бомбу Нет, не делай это Они подходят друг к другу идеально Как доктор Зло и его гениальный ученый-приспешник Великолепно, доктор Футц Келло Стоуну и пиротехническому чуду Кто тут обсуждал пиротехнику? Ты опоздал, мой мальчик А мне кажется, я как раз вовремя Оззи! Как он нас нашел? Вот это в первую очередь и должно было вас насторожить Я никогда бы не попросил вас искать меня без Оззи Его талант поиска не имеет равных Тем не менее, блестящая работа Я не смогу найти слов, чтобы отблагодарить вас Как я всегда говорю, когда наступает решающий момент, время появиться в лучшей команде Ну да, и другой лучшей команде Я опять ушиб спину Не волнуйтесь, доктор Я знаю отличного костоправа Который проживает в нашей любимой тюрьме Боюсь, что скоро мы оба его навестим Продолжение следует... Продолжение следует...